Привет, друзья! С вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Satisfactory. Мы с вами в целом уже начали отстраивать нашу фабрику, но пока что она работает буквально на некое малое количество ресурсов. Я здесь отгрохал еще небольшую местность. У нас здесь как раз будет перерабатываться пока что топливо в виде биотоплива. И, конечно же, конечно же, сегодня у нас будет активное исследование, потому что ресурсов уже накопилось достаточно, и нужно заняться исследованием. Сейчас мы с вами тормознем абсолютно все, что у нас работает, и вы поймете почему. Нам нужно перенести хаб. Нам нужно его с этой открытой местности поставить на фундаменты, чтобы я уже был спокоен, что у нас все работает, как оно должно работать, во всяком случае. Поэтому первое, что мы с вами делаем, мы забираем здесь проводку, только я посмотрю, как она до конца работает у нас. Два сюда подключены, два сюда от него отходной, все, я понял. Дальше от тебя куда? Дальше туда в сеть, и отсюда же в следующую сеть. Все, вопросов нет. Вот. Делаем раз, делаем два, делаем три. Вот это все можно позабирать, вообще-то. Оно там уже нам не надо. Точно так же, так как и ты нам не нужен тут. Это у нас были подпорочки начальные. Забираем. Вот эту херовину тоже можем забрать. Все на соплях у нас висит, но висит. Это самое главное. Так, берем фундамент. Так, здесь пока не получится, здесь уже получится. Здесь тоже не получится. Короче, в любом случае нам придется сейчас нести. Мне, конечно, ссыкотно, на самом деле, немножко. Но, дело в чем, что я уверен, что это должно сработать. Объясню почему. Потому что мы получаем ресурс за все, что мы разбираем. И, по идее, мы ресурс получаем в полной мере. Соответственно, мы должны этот каркасный блок... Или, может, мы его изучим, знаете, чтобы перебдеть. Чтоб наперед немножечко просчитать. Вот, у нас каркасный требует 100-300-300. Давайте я, наверное, изучу. Ну, мало ли, перестрахуюсь, да? А то, если я не смогу потом возвести блок, будет, ну, как-то прям совсем печальный, прискорбный и вообще фи. Вообще будет кака. Хрен, насколько провода уже? Неплохо, неплохо. Я продумал уже разные идеи, как мы можем в будущем нашу огромную фабрику свести в нужном ракурсе. И пока я вам скажу, что это все довольно сделать, во всяком случае, на одном уровне. Если мы возьмем несколько уровней, это будет уже гораздо-гораздо проще. Такс, хорошо. Давайте я сразу запущу, мы технологию получим. А, ему же вернуться некуда будет, получается, да? Нашему дрону. Так, где у нас? Вот, ротор, ассемблер и блочно-модульный товарищ. Так, забирай это, 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 это. 300 есть, здесь 300 есть. Проводишки забирай и кабель, кабель, кабель еще. Поехали, дорогой. Мне вообще говорили попробовать залезть на дрона до его взлета. Но это физически невозможно успеть. Физически невозможно успеть, потому что между нажатием и взлетом, как вы видите, буквально пару секунд. Если, конечно, здесь как-то рядом вхерачить этот, где у нас, смотровую вышку. Стоп. Это не смотровая вышка. Вот, обзорную вышку, даже если мы как-то умудримся здесь поставить, она у нас... Она и то нам не даст... Хотя нет, да, слушайте. Реально, есть попробовать шанс запрыгнуть на дрон и улететь с ним. Это вообще идея очень плохая, мне кажется, потому что мы упадем, разобьемся и потеряем все наши ресурсы, которые у нас есть. Но мы упадем же где-то тут, скорее всего. И тем самым можно опробовать. Ладно, на 5 минут он улетел. Давайте смотреть, что у нас по исследованию. Завершено исследование панциря. Что нам удало? О, даже переведено. Для предложения работы Адионир над защитным чертежом требуется дополнительное образование. Существо было названо так-то-так-то или пушисто-хвостый кабак. Нужно продолжить исследование, то есть больше панцирей внести. Я понял. Вопросов не имеем. Так, ткани у нас, естественно, нет. Орех у меня был. А, требуется всего лишь один орех. Скорее всего, мы сможем просто исследовать орехи. Так, где... Че? Ну, ладно. Я хотел проверить наличие, но фиг с ним. Так, орешки. О, я что, сожрал все орешки? У меня где-то здесь они рядом росли. Сейчас, 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 погодите. Вот тут где-то за скалой куст был. Куст не растет. Бляха-муха. Что ж мне теперь делать? Ладно. Когда пойдем исследовать территорию, тогда я эту фигню намучу. Как видите, производство встало. Но это не проблема. Это не проблема. Я уже приблизительно представляю, как мы будем декорировать нашу фундаментную часть. Здесь есть замечательная такая вещица. Где она, божененьки? Вот. Помостки. Из этих всех помосточков, я как понял, их можно к фундаментам подключать в том числе. И вот из этих помосточков я смогу сделать здесь такой безопасный небольшой островочек, по которому мы сможем перемещаться. Будет небольшое перило, за которое мы, собственно, не сможем зайти и тем самым навернуться. Поэтому это очень полезная штука. В любом случае, жду пока вернутся эти товарищи. Сейчас пока что я разбегаю. У меня есть вообще бензопила с собой? Или я ее оставил? По всей видимости, оставил, да? Так, бензопила есть. О, орех один есть. Что я туплю? Орех забирай. Сейчас тогда еще исследование поставим. Так, это тоже с собой я потом закину. Отсортировать. Ну, место у меня не фонтан, на самом деле. Давайте я еще цемент скину. Надо цемент скинуть, забрать топливо. И, в принципе, пока это добро будет к нам лететь, я быстренько сгоняю еще за топливом. Так, товарищ наш прилетел. Все должно быть теперь очень даже хорошечно. Сейчас я только проверю крафт. Где у нас, где у нас, где у нас, где у нас? Вот, блочно-каркасная херня. Да, у меня все забито сейчас как раз ресурсом. Да, это не изхорошо. Я пока сюда закину. Ты даже не вздумай его пока направлять только. Чтоб не испортить нам всю линию. Так, это я переработаю. Мы это все закинем и сделаем потом по красоте. Так, раз, два. Топливо тоже пока здесь пусть побудет. В принципе, все. Так, есть. И ты, товарищ, давай, клепай гвозди. Нам нужно три штуки. И все. Каркас готов. Замечательно. Все, я теперь более-менее спокойно. Хорошо. При удалении мы что получим? Ой-ой-ой-ой. Много всего получим. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Такс. Такс-такс-такс. Давайте, наверное, я вот в этот склад, ну, выгружу прям вообще все лишнее. Чтобы мы могли это все забрать. Оно, по идее, если что, выпадет все равно в виде бокса, но лучше перебдеть, я вам так скажу. Лучше перебдеть, и будет все замечательно. Так, отходим. Три, четыре, пять, шесть. А, исследование там же идет, да? Исследование, исследование на орехи. Отлично. Как раз закончилось. Барелнуты могут быть добавлены в объект-сканер-каталог, после улучшения нового блюпринта в хаб-тир-1. Понял? Сканировать будем теперь еще и данный ресурс. Окей. Разбираемся в ее красоту. Проверяем, все ли получено. Получен еще вот этот блок. Детали хаба. Необходимы для возведения модельной базы. Хорошо. Так, теперь я беру цемент. Спокойненько. Без нервов. Забираем цементик. Ставим, в принципе, любой фундамент. Что низкий, что высокий. Нам без разницы. Я не могу понять, но иногда не определяет точку крепления. Вот это странно. Так, красота возведена. Замечательно. Теперь сюда нужно впихнуть этот хаб. Причем аккуратненько. Аккуратненько. Там у нас домик. Здесь у нас получается основная крафтовая. Мне по-хорошему, знаете, что надо сделать? Вот это разобрать. И поставить эту вышку где-то вот здесь. Мы с вышки сможем гораздо точнее поставить любой объект. Боже, где эта вышка? Вот. С вышки это гораздо точнее делается. Давай. Заползли. Здрасте. Самое смешное, что если я с ней упаду, я скорее всего умру. Это забавный элемент. Так, там у нас переработка, там топливо. Здесь еще два генератора. В принципе, мы можем вот здесь даже поставить. Вот так, чтобы нам к столу было по прямой бежать. Да, вроде все окей будет. Единственное, что мы можем еще приравнять. Но к этому равнять смысла нет. Здесь не влезет. А там у нас останется место как раз для пробега. И останется место под... Провода. Поехали. Ни хера себе. Это, по-моему, самая быстрая постройка, которая когда-либо была. Ладно. Так, теперь главное слезть. Не убиться. Давай, аккуратненько. Оп, 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 оп. Так, ты уже просел. Все, спускайся. Отлично, сойдет. И прям на лету разбираем. Такс. Значит, все прошло отлично. Все прошло отлично. Сейчас я левачок весь оставлю, который нам прям сейчас не нужен. Так, это тоже оставлю. Мицелий. Вот это, вот это, вот это. Это у нас древесина, да? Каменюку тоже, пожалуй, оставлю. Все остальное сортировать. Хорошо. С этим разобрались. Единственное, что нужно сейчас, опять же, все стырить с вот этого склада. Влезет. Не все влезло. Ничего страшного. Мы сейчас распределим, где у нас топливце. Так, сюда закидывай 200. Сюда закидывай пока что остаточек. Но это не проблема. Мы сделаем сейчас вот так. Так, двухсоточ есть. И вопрос теперь самый основной стоит, связанный с столбами. Вернуть все электричество. Так, подключение у нас выходило два. Что, не хватает? Сейчас будет. Нам нужно сделать в общей сложности 3-4 столба, чтобы мы могли сейчас все вернуть на свои круги. Так. Там у нас подключение есть, да? Есть. Хорошечненько. Так, первый, естественно... Ээээ, тут мешает. Мешает угол самой постройки, ладно. Можем поставить вот здесь тогда. Ставим раз. К нему коннектим раз. К нему коннектим два. К нему коннектим три. Дальше делаем отвод. К тебе коннектим раз. К тебе коннектим два. Так, ты, товарищ, коннектись сюда. Три. Все, в работу пошел. Дальше. Ставим еще один. На перекрестке. Коннектим сюда. От тебя ответвление делаем туда. Ну и, по идее, сквозь здание я могу приконнектить сюда. Беспалево. Беспалево, да. Он там как будто бы сверху лежит. Он не сквозь текстуру проходит, не подумайте. Так, все запущено. Все работает. Замечательно. Все, я счастлив. Я счастлив. Я дико-дико счастлив. Так, что у нас по исследованию? Ням-ням-ням-ням-ням. Так, помостки требуют 10 пластин. Это я могу сейчас скрафтить. Вот эту хрень давайте запустим. Ткань нам нужна будет для исследований. И сейчас, пока материалы есть, грех не воспользоваться. Так, еще раз, что провода. Пластины. Больше пластин. И вот это добро. Полетели. Замечательно. Вообще, на него реально можно успеть залезть, мне кажется. А что они взлетают, кстати? М-м-м? Не понял. Лол, что? Моментальное исследование? Неплохо. Мне нравится. Хорошо. Следующая цель тогда по мостике. Давайте я сейчас 10 этих пластин сделаю. Я понимаю, что это процесс нерадостный. Так, а ротор из чего? Из винтовых этих. Запомнили. На будущее пригодится. Так, биотопливо, ткань. Ткань из мицелия и листьев. Пу-пу-пу. Ну, в принципе, это тоже я успею сделать. Просто с помощью ткани мы получим еще какое-то исследование. Самая фишка в том, что за счет исследований никогда неизвестно, что ты получишь. Это может быть какое-то бесполезное подобие сканера, а может быть действительно очень полезная вещь. Так, это забрали. Чего еще не хватает? Так, красящий пистолет мне не нужен. Это все мы сейчас соберем. Сейчас мы с вами это добро отгрохаем. И я, в принципе, смогу немножко отдекорировать. В целом, мы можем здесь линии уже продолжать, на самом деле. У нас новые ресурсы появились. Мы можем смело продолжить линии. Но вопрос в другом. Так, это выкинуть, это выкинуть, это выкинуть. Вопрос в другом. Сможем ли мы? Сможем ли мы, пока что не делая второй уровень, продолжить линии? В целом, я вижу вариант, как мы можем это сделать. Мы просто ускорим производство первичных ресурсов и замедлим производство конечных. По факту, получится, что у нас первый будет складироваться, а второй будет складироваться, но чуть медленнее. То есть, в целом, мы все равно останемся в плюсе. Так, повостики, давай, поехали. Раз, два. Пластины, раз, это раз, это два. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять секунд есть на то, чтобы залезть на него сверху. Ха-ха-ха. Ой, какая дурец. Я уверен, что я хочу это попробовать сделать, но вопрос, стоит ли, это уже совсем другой вопрос. Так, что у нас здесь? Мицелий, давайте, кстати, ткань сделаем. У нас же есть исследование ткани. Десять штук? Что? Что так много? Так, мицелий у нас сколько? Двадцать два мицелия, сейчас проверим. Сколько мы ткани выжмем? Отлично, нам хватит. Так, десять есть. Мицелий спрячь обратно. Вот это, кстати, можно еще обратно закинуть. Чтобы не мешало, это я все сейчас по переработчику поставлю. Так, ткань держите. На исследование, естественно, восемь минут, кстати, почти. Это вам не шуточки. Так, по проводам у меня здесь есть где-то свободная ячейка. Здесь нет, вот здесь есть. Пу-пу-пу. Надо будет желательно еще один столб тогда поставить. Объясню, зачем я здесь... Здесь просто извращение я сейчас делать хочу. Так, нам нужен еще один, в общем, конструктор, который будет стоять... Так, я здесь все забрал. Ясно. Отсюда у нас шел конвейер. Сюда. Соответственно, здесь нужен еще один конструктор. Так, ассемблер что делает? Может автоматизировать обеспеченную подачу деталей с помощью транспортной ленты, подключенной к выходному порту. Получение деталей можно... Фактически забрать, подключить транспортную ленту к выходному порту. Ротор требует и этот ассемблер. Создает детали с двух других деталей. А, то есть это как раз более сложная конструкция. Все, отлично. Это шикарочка, с этим мы будем работать, только вон в той области. Нам как раз там нужно будет делать красоту, так сказать. Так, укрепленные, давай. Нам нужно минимум сейчас три. Есть. Ставим сюда один конструктор, и у нас выйдет конечная полная система. Только надо развернуть. Вот, вот так вот, да. Конечная полная система, суть которой заключается... Да, ты можешь калибрануться, нет? Вот так, значит. Ну, давай вот так. Конечная система, которая заключается в том, что... Что, что, что? А, не конечная. Здесь мы либо будем одно перерабатывать, либо другое. Ме, это мне уже не очень нравится. Ну, хотя, в принципе, можно поставить листья, а древесину я пока вручную буду перерабатывать, чтобы не нагромождать, так сказать. Так, это у нас выход, вход. Так, сюда я тогда закидываю листья, они перерабатываются как раз долго и нудно. Так, где у нас этот столбик выходной? Сюда подключаем. Ты, товарищ, должен не из дерева перерабатывать, а мицели. Мы еще мицели можем тратить на биомассу. Вы что, с ума сошли? Это неправильно как-то. Так, сюда закидываем листья. О, май гад! У нас тут целые кусты выезжают. Так, допустим. Ага. Достаточно долго, да, поставляется 10 единиц. При этом крафт очень быстрый, да? Мы можем замедлить в 50% вообще запросто. Так, доставили. Даже еще больше можно замедлить. Вот, приехало только 8 единиц. Давай еще до 40-та. Тут нет смысла перенагружать. Так, возвращается мой товарищ, да? Сейчас. Проверяем. 13, 14. Все, теперь оно будет работать отлично. Так, сюда поставляется у нас уже готовое добро. Сюда приходят, и здесь, естественно, не стоит крафт. Вот теперь крафт стоит. Стоп, там какой-то ресурс уже выехал. Биомасса. No power. Почему no power? Есть power. Прекращай. Так, раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, успевает, но там поток же не постоянный у нас. Там поток переменный. Но, я думаю, все равно сойдет и будет работать. Почему именно здесь? Потому что здесь удобно будет потом отсюда брать биоматериал, собственно, и закидывать его в наше печуня. Кстати, а что у нас по материалу? Он уже по чуть-чуть заканчивается, на секундочку. Так, товарищ прибыл, давайте сразу смотреть, что у нас следующее. У нас сегодня исследовательская технологическая миссия. Мы должны с вами максимально быстро развиться. Так, с этим понятно. Корситель. Мех. Такое. Короче, нам сейчас развитие, которое будет проходить, у нас оно должно быть чисто ради того, чтобы поднять третий тир. А, нет, нам чтобы третий тир, вообще космический лифт надо поставить. Уля-ля. Уля-ля. Давайте тогда я возьмусь за помосточки. Я ж не зря их делал. Что они требуют? Собака, они металл требуют. Вот, дороговато будет сейчас, но я думаю, мы переживем. И мне нужен какой-то ускоритель. Либо джетпак, либо еще какая-то хрень. Нам нужно гораздо быстрее перемещаться. Так, 250 хапанули здесь. Почти 250 хапанули здесь. Короче, мне сейчас предстоит всю вот эту бортовую, боковую часть привести в порядок. Вообще, сейчас нужно понять, как оно работает. Так, ты коннектишься, а к тебе коннектится фундамент, допустим. Так, я не упаду. К нему фундамент уже не коннектится. Вот это плохо. Это плохо. Сейчас мы проверим размеры нашего космолифта. Так, эта скотина настолько огромная. Но, в принципе, здесь мы все равно сможем ее навесом поставить. Вопрос в том, как мы к ней будем добираться. Короче, я сделаю одну небольшую полосочку проход. И отталкиваюсь уже от этой полосочки. Отталкиваясь от этой полосочки, я, наверное, отсюда стартану. Мы тогда сможем провести как раз линию до основной площадки. Так, забирай, тут нам явно пригодится. Короче, буквально дайте мне 2 секунды. Пу-пу-пу! Так, все сделано. Портаченок, правда, чуть больше времени, чем я хотел. Но, тем не менее, все сделано. В том плане, что у нас есть везде небольшая доля безопасности. Видите, падать не могу. Это уже огромный плюс. Я провел их абсолютно по всему периметру, где у нас открытая область. Чтобы мы могли спокойно здесь передвигаться. Ну и придача это дала нам дополнительное свободное место. Чему я тоже исключительно рад. Вот здесь мы теперь можем обходить всю эту систему без всяких проблем. Ой, тихо, не прыгай так. И здесь у нас тоже идет по самый бортик. Но, опять же, здесь можно все еще подкорректировать. Доставить еще несколько единиц фундамента. Но это уже потом. Это мелочь. Декор. Просто декор. В любом случае, местность у нас готова. Под что? Под, естественно, космический, мать его, лифт. Давайте же его, собственно, и поставим. Потому что ресурсы я уже собрал. А, какое? Наперед, думающий парень. Так, товарищ. Так, я вижу вход с этой стороны. Три входа. Во. Давайте вот так, чтобы они у нас прям перед носом были. Если нам сюда что-то надо будет доставлять. Хотя, по-хорошему, я уже представляю, что сюда нужно будет доставлять. Это займет чуть больше. Значит, что, давайте я на всяк пожарный. Где у нас опять же штаки? Я все-таки с высоты. Это гораздо лучше делать. Лучше прицелиться, можно так сказать. Чтоб не накосячить. Потому что там будет какой-то сдвиг. Будет некрасиво. Ну, вы поняли. Мне кажется, у нас там перебор, да? Да, да, да. Мы можем его углубить. Причем очень хорошечно так. Так, там один блок. Отводим сюда. Да, у нас, по сути, один фундамент там с той стороны. Одна полоса, по факту, вообще лишняя. Ее при особой нужде можно убрать. Ну, поехали. Нихера себе, как все полетело. Ха-ха-ха-ха. Ту-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ядрен батон. Так, крыша, не мешай мне. Ядрить, колотить. Так, оно не провалилось. Не упало вниз уже, хорошо. Рили? Это вообще очень странная и утопическая идея, космический лифт. Но здесь-то мы ее реализуем. Нихера себе здрасте. Так, зашла родимая. Крюки, хоба. Вцепились. А фиксация будет? Там еще какая-то хрень спускается. Так, это основная часть. Так, крюки зафиксировались. Да? Да, и вон та хрень осталась сверху. Ниже не пошла. Окей. Добро пожаловать в ад, как говорится. Теперь у нас есть космический, мать его, лифт. Тихо. Давай, я в тебя верю. Нет, 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 нет. Мм, я выжил. Найс. Тогда все отлично. Пока мы живы, все хорошо. Так, что у нас здесь есть? Ем требуется 50 роторов и 75 пластин. Я, кстати, не понял, что у роторов делаются. Ну ладно. Так, Space Elevator Resource Delivery. Так, Project Assembly Platform. Доставка разблокирует ранг 4, ранг 3 и ранг 4. Загрузить ресурсы, статус. Так, запечатать ресурсы, отправить ресурсы. Принял, понял. 75 пластин мы сможем сделать. А роторы из чего у нас делаются? Там, по-моему, из палок. Из говной палок чуть не искал. Из этих. Прутьев и еще чего-то. Ротор, да, прут и винты. Ну, беда в том, что я сейчас весь ресурс как раз на этот лифт потратил. Мать его, за ногу. Но, тем не менее. Там вроде бы что-то должно было уже накопиться. Ме-е. Мягко говоря, не фонтан. Если совсем мягко. Но, в принципе, все равно не помеха. Я смогу сейчас крафтить. Тем более, что у меня есть сырой ресурс в большом количестве. Здесь прям забито им, да? Да. Давайте сюда. Если что, я человек простой. Я вручную насобираю. Накрафчу мне несложно. Давай. Опц. Опц. Единственное, что меня смущает с пластинами. Потому что на них у нас куча винтов. Да у нас винты везде выйдут. Вообще, надо уже ставить на производство винты, по-хорошему. Винты требуют исключительно железный прут. А крафтить их можно в огромном количестве. И продолжим за одну линию. Но это в будущем. Сейчас хорошо. Сейчас я тогда накрафчу все нужное количество ресурсов вручную. Бля, масштабные херни слушать. Очень масштабные. Так, не прошло 3 года. Готово. 75 пластин есть, 50 роторов. Но, скажем так, вручную от этого мало удовольствия. Но, насколько мне известно, у нас даже ручной крафт потом будет ускорен. Поэтому, надежду я все-таки лелею. Так, погнали. Загружаем. Есть. Запечатать. А, мы здесь должны увидеть визуалочку. Я понял. Запечатано. Отправить. Пип. Пип. Так, поперло электричество. Пью. Полетел груз наш. Восхитительно. Что я могу сказать? А бонусы я уже получил? Так, ну я его еще вижу. Значит, не так уж и далеко он уехал. У нас есть следующий? О-хо-хо-хо-хо. 150 моторов, 500-блочный модульный каркас. Для 5-6 ранга. Сейчас. Уже. Через год, наверное, сделаю. Ладно, давай смотри, что нам там открыли. Это, конечно, все миленько. Но, тем не менее. Так, третий тир есть. Угольная энергия. Да, деточка. Вот это мне уже интересно. Это уже прям очень интересно. Грузовая станция позволяет загружать ресурсы в транспортные средства. Или забирать их оттуда. 48 ячейки инвентаря. Скорость загрузки и разгрузки. 120 стопок в минуту. Всегда заправляет транспортные средства при наличии доступа к подходящему виду топлива. Так, угольный генератор. Разжигает уголь и вырабатывает электричество для вашей энергосети. Имеет порт входа, поэтому подача угля может быть автоматизирована. Это очень хорошо. Позволяет вам искать с помощью сканера ресурс уголь. И трактор. Топливо любого типа, размеренный натуря 25 ячейк. Встроенный производственный станок. Можно автоматизировать для приема и выгрузки ресурсов на загрузочных станциях. Был прозван первопроходцами конфеткой. Конфета же, а не машина. О, Канахвета согласен полностью. Так, транспортная лента 2. Транспортив до 120 единиц ресурсов в минуту. Позволяет перемещать ресурсы между постройками. Хорошо. Транспортная стойка. Фиксированной высотой. Можно хранить в стопках. Там 3 позиции для конвера. Это очень круто. Это очень круто. Четвертый ранг. Производство стали. Ой-ой-ой. Так, бурильщик. Извлекает твердые ресурсы, будучи установленным на узел с ними. Обычная скорость добычи 120 единиц ресурсов в минуту. Скорость добычи меняется в зависимости от частоты ресурсов. Содержание, содержащиеся в узлах. Так. Выгружают все добытые ресурсы. Она подключена транспортной ленты. Литейная. Переплавляет, в общем, два ресурса. Дело из него один цельный. В нашем случае это сталь. Так. Хорошо. Steel Beam. Это что? Улучшается для... Используется для постройки более сложных зданий. Окей. Так. Стальные трубы. Чаще используются при произведении более совершенных строений. Industrial Beam есть точно так же. Это смесь, видимо, от железобетона. Так. Неподвижные части двигателя. Сам мотор. И тяжелый блочный модуль. Каркас именно его. Так. Хорошо. Кседа дубина. Тяжелое оружие для ближнего боя и обороны. Бьющее электрошоком. Интересно. Так. Оптимизация контейнера для хранения. 48 ячеек. И третий конвейерный пояс. Пу-пу-пу. Короче. Что я могу сказать? В любом случае, то что мне ясно уже, прямо сейчас, вот это все надо перестраивать. Медь еще хрен с ним. Пусть висит пока. А вот это все нужно полностью перестраивать. Нам нужно будет выдвигать линию сюда на позиции 5, наверное. Направить в них, соответственно, достаточное количество ресурса. Переплавлять их сначала в слитки. А слитков уже направлять абсолютно в разнобой. Сколько у нас вообще получится? Допустим, мы поставим 4 машины по производству слитков. Один у нас будет производить пластины точно. Двое должны производить пруты. Двое точно должны производить пруты. Потому что от прутов зависит как раз крафт винтов, роторов. А там и так хватит на пластины. Соответственно, да. Вот это добро... Давайте я сейчас быстренько перестрою. Единственное, что я боюсь, что мне энергии может не хватить. Пока что. Пока что может не хватить энергии. Но в целом... В целом. Потребление 50 мегаватт. А нам нужно поставить дополнительно раз... Раз, раз, раз. Сейчас, кстати. А на ассемблер нам что надо? Каркасы. О, и роторы. Что ж вы меня бьете под дых? Так, в общем, плюс еще одна машина. Плюс еще одна. А сколько ассемблер потребляет? Написано. 15 мегаватт ассемблер потребляет. Вы что, с ума сошли? Ассемблеров нам пригодится. Переработка пруты. Пруты, винты, винты. Винты сюда с пластинами. Пруты сюда с пластинами. Бляха, это очень сложный вопрос на самом деле. Потому что те же винты крафтятся 4 секунды. Пруты тоже крафтятся 4 секунды. С одной стороны мы можем поставить два производства. Нам тогда не хватит места. Но! Не забываем, что я могу здесь поставить еще третий производитель. Вот этот. Вытащить его. И затянуть и сделать в итоге 6 выходов на производство. Беда только в чем, что нам придется сместить здесь... А, я же склады позабираю. Я склады позабираю, тогда ничего не придется смещать. Здесь мы одну линию точно оставим. Вон тут только линию придется сместить. Соответственно, раз, два, три, четыре, пять. Ну да, слушайте, мы почти всю полосу здесь займем. Это не то, чтобы хорошо. Но я бы не сказал, что это прям сильно плохо. Ну, в целом, ладно. Давайте. Давайте я это сделаю сейчас. Иначе я потом просто с ума сойду. Так, здесь проводку всю уберем, перепроведем все по новой. Единственное, что мне надо здесь оставить, это вот эти две. Вот этого товарища, в принципе, нам лучше убрать. Здесь он просто складирует ресурс. А нам нужно, чтобы он этот ресурс крафтил. Что это за звук был? Я надеюсь, это производственный. Короче, а сейчас я тогда перестройку жесткую сделаю. И посмотрим, что из этого получится выудить. Ой, боженьки, ребятки, этот ужас построен. Единственное, теперь остался самый сложный вопрос. Это касательно энергоснабжения этого ужаса. Что у нас происходит? У нас стоит с вами шесть плавилень, которые... Нет, надо начать все-таки с ресурсов. Вот, железная руда производится в одном майнере, во втором майнере, в третьем майнере. Соответственно, три вот этих конвейера идут как раз в сторону наших плавилень. Тут стоит разделитель, тут разделитель и здесь разделитель. То есть на две плавильни один разделитель, который закидывает им, собственно, руду. Дальше у нас стоит всего шесть плавилень. Шесть плавилень нужны для... Первые две стоят у нас на пластины, обычные металлические. Последующие четыре все стоят на пруты. Объясняю почему. Потому что следующая полоса у нас это тоже конструктор, который делает винты. То есть отсюда поступают пруты, сюда на винты, отсюда пруты, сюда на винты. Дальше. У нас стоит уже два эссемблера. Первый эссемблер собирает из винтов и пластин, собирает нам наши обожаемые укрепленные пластины. Второй же эссемблер берет винты и пруты, вот этой плавильни, с этого конструктора, и создает нам роторы. Дальше. У нас стоит последний конечный эссемблер. Я его, правда, даже далеченько выставил, может быть ближе, но не суть. Не суть. Последний эссемблер делает у нас блочные, боже, как они называются, конструкции, короче. Блочную эту конструкцию, для которой требуются как раз-таки последние пруты и требуются уже готовые пластины. Единственное, что нам теперь осталось, это действительно каким-то образом создать достаток энергии. Без угля пока что, потому что угля у нас нет. Вот, и при этом всем откалибровать производство само по себе. Потому что где-то будут машины переобдевать, где-то нет обдевать. Нихера себе, я даже не покоцался. Поэтому это нам нужно будет отрегулировать. Я, кстати, случайно не уничтожил этот космический лифт. Но это уже совсем другая история. Так, пока все должно якобы работать. Давайте смотреть. Будем сейчас все постепенно... Я вообще молчу про проводку. Нам ее сейчас нужно будет как-то зафигачить. И ассемблеры, которые дофигища жрут. Но ассемблеры мы, скорее всего, откалибруем и будет все более-менее. Давайте поэтапно. Так, это у нас один провод от основной сети. Давайте будем немножечко экономными, так сказать. У нас туда подключится три. Соответственно, ставим сюда. Отсюда мы подключаем вот сюда. И при этом с помощью этого добра можем запитать. Раз. Два. А куда три? А, третий в обратную. Все, правильно. Раз-два запитали. Дальше от тебя. Мы запитываем. Раз. Запитываем. Двас. Запитываем. Не запитываем. Так, отходим сюда. Ставим здесь еще один. Столбик. Коннект переходит сюда. О, здесь вообще да, надолго. Раз. Два. Мне нужны новые столбы. Потому что это будет извращение на всю жизнь. Так, от тебя коннектим сюда. Тебя подсоединяем раз, подсоединяем два. Еще один столб ставим. Подсоединяем сюда. А, давайте я уже подключу всю генерацию. Так. Ресурс попер. Единственное, что мне не хватает, чтобы я на этом столбе мог посмотреть... А, могу! Игра, я тебя обожаю. Так, вышли мы с вами в 30 мегаватт уже почти. Осталось у нас здесь два слота. А почему, кстати, эти не работают? Сейчас я проверю. Может, я им не поставил, что крафтить. Не имеет значения. Так, подключаем сюда. Остается еще один. Так, у вас... Да, да, да. Я не поставил, я их переставлял. Везде, вроде, во всем остальном я установил, что надо делать. Сейчас уже, кстати, можно скакнуть наше обожаемое электричество. И мы охаряем просто. Так, это все добро еще руду не получило. Нам нужно по-хорошему уже 50 мегаватт. Я, слушайте, я заранее, наверное, уже буду просчитывать. Сжигатель биомассы. Три штуки можем сейчас поставить. Но единственное, что меня смущает, что нам топлива не хватит. Скрипт. Здесь топливо уже расфуфырено почти. Здесь накрафтили и все, да? Больше у нас ничего нет. Да ладно, совсем ничего? У-лю-лю, у-лю-лю. Да, у нас совсем нет топлива. Найс. Окей. Давайте сейчас я хотя бы поставлю вот здесь еще, товарища. Можно тебя... Ну, там надо оставить площадку, правда. Раз. А почему ты не устанавливаешься? А, там конвейер идет, да? Давай вот так тебя поставим. А, так-с. Теперь надо это все разветвление понять, что мы здесь натворили. Так, сюда мы подключали. О, да, деточка, здесь у нас будет еще проблемка. Короче, в любом случае нам нужен прям здесь, товарищ. К нему раз, два. Давай тебя отключим. Мы исхитрожопимся таким образом. Но подключим тебя сюда, а тебя выведем сюда. Все. Все у нас подключено. Так, сейчас я заберу топливо, тогда натыкаю везде, где только можно. Там уже как раз руда должна подойти. Так, тыкаем. А, тыкаем, тыкаем. Тыкаем, тыкаем. Здесь товарищ тоже нехваточка. Тыкаем. Тыкаем хорошечно. Тыкаем замечательно. Так, все работают, да? Да, все работают. Смотрим, что у нас вышло. Мощность 120 мегаватт, но мне кажется, ее тоже не хватит. Во всяком случае, пока не откалибруем. Так, туда ресурс поступает, сюда ресурс поступает. Хорошо. Теперь нам нужно подключить остальные конструкторы и эссемблеры. А это уже будет совсем другая история. Так, ставим вот сюда. Иди сюда, дорогой. Так, конструкторы у нас не подключены. Все остальные пять штук. Раз. Два. Ставим следующий столбик. Бляха, здесь места нет. Да ладно! Что настолько плотно все? Окей. Так, что у нас работают? Эти работают. Дорогуша, коннекция сюда. Так, раз. Два. Хорошо. И отсюда мы уже можем выводить, по сути, вот сюда куда-то столб. Так, главное, чтобы канатика ухватила. Так, тебя сюда. Тебя сюда. Тебя сюда. И последний столб. Ставим вот здесь. Коннектим сюда. Коннектим к эссемблеру. Коннектим к эссемблеру. Подключено все. Подключено все. Ни хрена себе поток пластин. А почему здесь так много? А, здесь залежались пластины. Точно. Ладно, это временное явление. Здесь залежались, я их не аннулировал. Так, где винты? Что по винтам? Но пауэр. Мм? Я не подключил этот конструктор? А, я эти два конструктора вообще не подключил. Сейчас решим этот вопрос. Так, два конструктора подключены. Винты раз. Винты два. Дальше нам просто не хватит скорости конвейера, видите? Идет постоянный поток этих винтов, но это все равно будет очень длительный процесс. Пока они все догрузятся. Пока это все добро скрафтится. Я уже вижу, как можно эссемблеры замедлять. Здесь та же история. Здесь можно эссемблеры замедлить. Но нам нужно, чтобы крафт пошел, мы тогда сможем отсчитать. Чисто исходя из винтов. Вот, пошел крафт. Крафт занимает у нас 10 секунд. Здесь 10, там 12. До 45% мы можем скидывать вообще без проблем. Скидываем раз. Так, ты, товарищ. Производство 12 секунд. Так, загрузилось. Здесь еще больше. Наверное, придется скидывать. Здесь вообще до 30, наверное, процентов. Но, по сути, здесь на 50 можно. И так сойдет. Так, 50% скидываем. Так, сюда уже поехали пластины. Это добро здесь уже накопилось. Именно пруты. Железные пластины у нас появляются раз. Одна штука в 12 секунд. Даже здесь будет уже не в 12, а в 24. Соответственно, здесь в полторы минуты появится все. Соответственно, крафт можно замедлить вообще в говнишко. Ну, показатель. Обновись. Обновись, собака. Пожалуйста. Ну, почему не обновляется? Включить? Хм. Надо ждать третью пластину. Есть. Третья пластина подъезжает. Воу! Все сбилось, да? При том, что я здесь сделал жесткое замедление. Ладно, здесь нужно даже еще чуть-чуть поднять. 15 потребления здесь вроде бы как 0 мегаватт, но мы-то с вами знаем. Так, что сопорнулись? Что у нас скакнуло все-таки? Где у нас график? Да. У нас скакнуло больше, чем 120 ватт. Мегаватт, точнее. 120 мегаватт таки дернул. Ну, придется ставить еще один. Еще один генератор. Что поделать? Там скачок будет, ну, максимум 130, поэтому... Я думаю, мы это переживем. Так, они в простой и параллельно в ахере. Хватит? Не хватит прутов? Сейчас. Четыре пруда сделаем и, в принципе, все готово. Все готово. Так, единственное, что нам надо будет опять же таки провод провести дополнительный. А ты здесь можешь не влезть, да? Я тебе больше скажу, ты здесь не влазишь. Не можешь не влезть, а уже не влазишь. О, ладно. Может, это будет кустарно и отвратительно выглядеть, но... А что поделать? Нам другие варианты не завезли. Так, ты вот здесь можешь вот так вместиться. Так, поехали. Что мы делаем с вами? Мы отключаем, отключаем, отключаем. Один из генераторов. И ставим еще один столб. Раз, два, три. Все, это все связали. Топливо у меня есть. Вроде бы было. Погоди, погоди. Топливо сразу закину. Запускай систему. Максимум 40... 140 мегаватт теперь. И все должно работать по красоте. Надеюсь. Надеюсь, сейчас проверим последнюю ассембль. То есть, по идее, у нас один блок этого каркаса будет производиться раз в две минуты. Что, в принципе, как бы не очень. Так, тут сейчас стоит 100 секунд. Ну, полторы минуты, в общем. Полторы минуты и один блок. Хорошо. С роторами у нас как? С роторами производство 22. А при этом здесь поступление 60 в минуту. Да, все правильно. Все правильно получается. И сейчас я еще откалибрую немножечко вот это добро. Железные пруты поступают в виде 8 единиц в минуту. А нам нужно всего лишь... А, так, так и правильно. Все правильно поступает. Так, здесь с прутами можно точно оптимизировать. Здесь их нужно всего-навсего 6 штук. Вот. А у нас их поступает, как вы видите, в слишком большом количестве. Требуется 3,6 в минуту. А у нас там выходит овер до хрена, скорее всего. Все, проверим. У нас выходит... Производство 15 в минуту. Соответственно, мы можем скинуть вот таким образом. 3,4 этого будет достаточно. Здесь та же ситуация. Я не туда посмотрел. 8,1 нужно. А производится 15. Так, сброс. 8,1. Прям чуть-чуть попал. Красиво, красиво. А вот производство винтов я бы ускорил, кстати. Но нам нужно найти эту зеленую хрень. Тогда мы сможем ускорить на 50%. Но это не фонтан. Абсолютно не фонтан. У нас выходит 90. Нужно 60 при замедлении. Ну, так нужно где-то 120. Окей. С этим разобрались. Так, здесь у нас 90 в минуту. Требуется 60 в минуту. Замедляем на 30%. Даже так будет достаточно. Так, 63. А, подождите, стоп. Мы же здесь замедляли как раз из-за хренового производства, да? Погоди, а ну выжми максимум. Максимум у тебя 90 в минуту. А, у нас же здесь крафт нужно. Да, 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 да. Здесь крафт требует... Уходит 24 секунды. Соответственно, нужно 22 единицы. Мы можем понизить... Можем повысить. Или не стоит. Так, я запутался. 66 в минуту. Поступление необходимое сейчас. Мы можем сделать поступление 90 в минуту. Этого должно хватить. 80 с чем-то. Я вижу, что пластины надо тормознуть. Ну, пластины у нас переизбыток был, потому что их был поток. Там изначально лежала куча ресурсов. В общем, 86. Этого будет более чем достаточно. Пластины, давайте смотреть. Требуется 14,4. Ну, там будет больше. Там где-то 15, в общем. А у нас только в одном производство 15. Как так вышло, я не знаю. Не спрашивайте меня. Знать не могу. Здесь сокращаем тоже до 50. Так, 1 мегаватт. Все. Хорошечно проверяем. До чего мы дооптимизировались? До 85. 80. Даже 90. Тут был, наверное, скачок. В районе, в общем, 90 мегаватт и 140. Это очень хороший показатель. Это очень-очень, мать его, хороший показатель. Здесь у нас уже два каркаса есть. По роторам. 14 роторов. А все пластины у нас уходят на каркас. То есть, как вы понимаете, если мы хотим реально сделать огромнейшее производство, то нам придется очень-очень жестко потеть. Потому что придется делать его в несколько этажей. К примеру, с производством тех же пластин у нас нет чистых пластин. То есть, мы получаем по факту в конечном итоге исключительно блочные каркасы. Вот. А хотелось бы, конечно, иметь пластины, но видно не судьба. Видно, не судьба, поэтому из этого мы ничего выжать не сможем. Так, здесь еще можно чуть-чуть поднять. Чтобы производство чуть ускорилось. Тормозят нас винты. Тормозят нас в этих как раз делах винты. Но их ускорить невозможно, кроме как поставить более быстрые конвейеры. Если будут более быстрые конвейеры, тогда уже можно будет ставить и соединитель из двух производств винтов. Пока это наша максимальная, по идее, скорость, которую мы можем там еще откалибрировать, но факт остается тем, что это максимум. Дальше жать уже некуда просто. Так, и мы можем тормознуть плавильни. Нам надо 4,5. Здесь производство 30. Даже еще ниже. 15%. 4,5. Идеально. Так, здесь требуется 8,1. Да? Да. 8,1. Здесь 30. Сокращаем опять-таки. Пусть 9 будет. Сойдет. Здесь нужно 15. У нас 30. 50%. 51 пусть будет. Так, здесь нужно 15. У нас опять же таки 30. Снижаем. Так, здесь нужно 15. Тут везде, короче, можно понизить чисто из-за конечной цепи. Которая тупо не успевает. Так, и здесь у нас опять нужно 15. Скидываем до 50. Уй, все. Уй, все. Уй, все, уй, все, уй, все. Так, 15 единиц руды в минуту. Соответственно, это у нас идет в самую первую линию, да? В самую первую линию. Здесь мы можем понизить до... 22. 22 маловато. Стоп. Я забыл, сколько здесь. Здесь 15, да. 30-ка должна быть. Должна быть 30-очка. Этого нам будет более чем достаточно. 34. Замечательно. Здесь та же история. Тихо, куда ты меня увозишь? Верни. 32. По факту мы оптимизировали. Там еще третий можно загнать. Но это уже никуда не годится. 60 мегаватт. 60 мегаватт, это, видимо, в момент как раз производства. 70 вот. Когда все ассемблеры запущены. Отлично. У нас осталось еще почти, даже больше, чем половина мощности. Там можно несколько генераторов просто вырубить. Они ни к чему. Пустую будут работать. Абсолютно ни к чему. Так, здесь у нас уже 4 блока есть. А как так вышло, что здесь вышло укрепленных блоков больше, чем надо? Подождите. А! Так здесь мы можем ускорить. Абсолютно спокойно. Правда, он, собака, аж пока произведет, год пройдет. Здесь у нас 3,7. 1,8. Да, мы в 2 раза можем смело увеличить. И будет все работать. Короче, с этим придется жить. Я еще откалибрую по второму разу, проверю. Сейчас я пока присматриваюсь, как мы сможем второй этаж вывести. В принципе, сможем. Единственное, что нас остановит. Частично сможет остановить. Это, собственно, способ установки. А ну-ка, сейчас я еще одну штуку проверю с этими фундаментами. Если я правильно понимаю, то у нас будут даже висячие блоки в воздухе. Если я правильно понимаю. Так, это заберем. Сейчас проверим. Допустим, у нас есть фундамент. Так, фундамент на фундамент и на фундамент. Но при этом я заберу вот этот фундамент. Да. Абсолютно без проблем мы можем делать висячие блоки в воздухе. Тогда не проблема. Второй этаж будет сделать еще проще, чем я думал. Еще проще. И единственное, что стоит опасаться, это, наверное, вот эти плавильни. Или даже не плавильни, а эссемблеры. Эссемблеры, они выше обычных строений. Так, сейчас я еще раз закинусь наверх. Для профилактики. Так, обзор, блях. Он же здесь нигде не влезет. Давай вот сюда его. Еще не хватает материалов. Не будет, короче, обзор. По факту все должно работать, но перекалибровка нам точно не помешает. К сожалению, придется калибровать именно с конечного момента, потому что там у нас самая сложная процедура. Пока что, ребятки, так, эпизод я очень сильно затянул. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok